Это программа День с толком. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Россияне бросились покупать маслобойки. Можно ли в домашних условиях изготовить масло и будет ли оно дешевле, чем в магазинах? Депутаты городской думы дали старт конкурсным процедурам по выбору главы Барнаула, а также обсудили бюджеты введения туристического налога. Боролись с огнем в условиях шторма. В Барнауле три часа отушили пожар в двухэтажном здании. В Алтайском крае устраняют последствия вчерашней непогоды. Сейчас ветер стих до 18 метров в секунду. И сегодня специалисты весь день устраняли ущерб от стихии. На восьми зданиях края была повреждена крыша. Семь из них находятся в немецком районе, еще одну в Родинском. На месте работают комиссии по оценке ущерба. Энергетики утверждают, что массовых отключений на электросетях нет, только локальные в восьми муниципальных образованиях. Помимо их починки, службы занимаются уборкой деревьев. Что касается дорог, федерального и крывового значения, они все открыты. Отмененных автобусных рейсов нет. Барнаульский аэропорт тоже работает в штатном режиме. В Барнауле сегодня утром произошло крупное возгорание на улице Попова. Несколько часов пожарные боролись с огнем в условиях штормового прогноза. Возгорание произошло в двухэтажном административном здании, к которому пристроен гаражный бокс. Удалось эвакуировать четыре грузовых автомобиля. Обошлось без погибших и пострадавших. На момент локализации площадь пожара составляла тысяча квадратных метров. Пожарные работали по повышенному рангу пожара. Тушению мешали сильный ветер и сложная планировка здания. Спустя три часа горение было полностью ликвидировано на площади около тысячи квадратных метров. Причина случившегося будет установлена органами дознания. Сливочное масло, цена которого в этом месяце пробила потолок, может стоить не больше 100 рублей за упаковку. Так считает одна из жительниц края, которая много лет занимается производством молока и молочных продуктов. Более того, она уверена, что сделать себе масло может любой желающий своими руками и за полчаса. Мои коллеги продолжат. Этой осенью в российских магазинах воруют не куриные яйца, а сливочное масло. Судя по взлёту его стоимости, на перепродаже масла можно нажиться. С начала года его цена подорожала на 25%. Масло дорогое, я уже повторяюсь, дорогой труд. А само молоко, как оно стоило, так оно осталось. Антонина Гордиенко несколько лет варит сыры из козьего молока. Излишки идут на производство творога, сгущенки, сметаны, масла. В первую очередь для себя, но бывает и на продажу. Женщина уверена, взлёт цен на молочную продукцию и на масло, в частности, не имеет технологических оснований. Это сплошь человеческий фактор, так как у молока, как сырья, цены, как таковой, нет. Мы отобираем у курицы яйцо, у коровы молоко. И это бесплатное, она просто дарит нам дар земной. Частник может сделать для себя, часть забрать и сделать для себя что-то такое. Но нам же надо много, мы же забираем всё молоко, мы же забираем всё яйцо. И куда? Мы несем на рынок продавать. Но даже с ценой на фермерское молоко себестоимость масла точно не как в магазинах, подсчитала Антонина. Особенно, если сделать его самим. В России вновь набирают популярность домашние маслобойки. На сайтах продажи поддержанных вещей это оборудование стоит от 500 до 5000 рублей. Различных модификаций, даже редкие деревянные ступы. У Антонина сохранилась пластмассовая маслобойка. Жернова превращают сливки в масло за полчаса ручной работы. Разбег какой у фермеров в сезон? От 30 рублей до 100, 30, 70, 100 рублей цена за литр. Вот эта трёхлитровая банка вы можете взять за 150 рублей. С них снят сливок третью часть. Вот третью часть. Третья часть сливок – это ваше масло. И вот смотрите, 300 рублей, допустим, банка – это по максимуму. 100 рублей ваше масло будет стоить. По словам федеральных экспертов, взлёт цен на сливочное масло произошёл из-за подорожания сырья, а также дефицита сырья, а ещё по причине снижения поголовья. В Алтайском крае в последние годы также падает число КРС, так как содержать скот из-за цен на корма и ГСМ становится убыточно. Цена вряд ли вернётся на прежние позиции. Поэтому всем, кто готов потрудиться, Антонина Гордиенко даёт лайфхак, как в домашних условиях сделать масло. Единственное – позаботьтесь о качестве сырья. Наливаете в банку, в двухлитровую, смотря в трёхлитровую, в зависимости сколько, садитесь у телевизора, смотрите свой любимый сериал и взбиваете вот так банкой. Всё, через полчаса у вас масло. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, День с толком. К другой теме барнаульские депутаты в первом чтении утвердили бюджет города на следующий год. Судя по предварительным показателям, он может вырасти на 4 миллиарда рублей. Также в Гордуме дали старт процедуре выборов главы краевой столицы. Подробности далее. Основной вопрос заседания Барнаульской городской думы – рассмотрение в первом чтении бюджета краевой столицы на 2025 и плановый период 2026 и 2027 годов. Как прогнозируют эксперты, налоговая и неналоговая части будут лишь расти, примерно на 8%. В первую очередь из-за больших сборов по НДФЛ. Соответственно, будут увеличиваться зарплаты. Предварительно бюджет на 2025 составит почти 26 миллиардов рублей, что на 4 миллиарда больше по сравнению с первым чтением бюджета 2024 года. Структура расходов бюджета сохраняется, бюджет социальный. Так, расходы на образование, социальную поддержку, развитие культуры и спорта составят 60% от общего объема расходов бюджета города. Другой важный вопрос коснулся избрания главы Барнаула. Полномочия Вячеслава Франка заканчиваются в феврале 2025 года. Конкурс по избранию главы пройдет 30 января. А пока депутаты приступили к первому этапу процедуры. Сегодня мы запускаем процедуру, назначаем время проведения первого заседания комиссии, назначаем 5 человек от города Барнаула, остальные 5 человек будут назначены от края. Потом собираемся 30 января и начинаем работу по отбору документов, кандидат, рассмотрение их. Приняли в стенах городом и закон о туристическом налоге, который хотят ввести в Барнауле. Выплачивать его должны будут владельцы отелей и гостевых домов, а также других мест временного проживания гостей краевой столицы. Таких в Барнауле 82. За 2023 год их посетило свыше 200 тысяч человек. Тариф в 2025 составит 1% от стоимости оказываемой услуги, не менее 100 рублей в сутки. Предположительно, такая мера добавит 46 миллионов рублей в бюджет города. Однако пока по этому налогу выводы делать рано. Депутаты гордомы намерены создать рабочую группу, чтобы вместе с ательерами обсудить как минимум возможные льготы для разного рода туристов. Мы уже изучаем опыт других регионов, где-то введены льготные категории. Мы здесь в тесной связи с ательерами нашего города договорились с ними, что они тоже войдут в нашу рабочую группу. И мы посмотрим за первый квартал 2025 года, а это ежеквартальный отчет будет, каким образом будет складываться ситуация. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком. Сегодня в России вспоминают полицейских, погибших при исполнении служебных обязанностей. Коллега и сослуживцы в почтили и в Алтайском крае. Траурная церемония прошла перед зданием ГУВД. На мемориал сейчас занесено 524 имени сотрудников, которые погибли при исполнении служебных обязанностей и павших во время Великой Отечественной войны. Правоохранители, ветераны органов внутренних дел, члены семей погибших, учащиеся кадетских классов почтили минутой молчания всех, кто был уверен присяге и не отступил перед опасностью. У каждого из тех, кого мы сегодня вспоминаем, была своя судьба. Но перед лицом опасности в экстремальной ситуации, требующей мгновенного решения, они проявили мужество, самоотверженность, навсегда став образцом героизма и выполнения служебного долга. Траурная церемония завершилась возложением цветов и гирлянды к мемориалу защитникам правопорядка. Детские сады, спортивные комплексы и реабилитационный центр для участников СВО в Республике Алтай обозначили ключевые объекты программы развития территории. Речь идет как о строительстве новых, так и о реконструкции уже имеющихся социальных учреждений. Предложения о включении объектов в адресную программу обсудили в правительстве региона. Подробнее сюжет. Детские сады, оздоровительные центры, спортивные комплексы и ключевые объекты программы развития территории Республики Алтай обсудили на заседании правительственной комиссии. Их включили в адресную программу. Регион активно развивается, растет количество жителей, а вместе с тем и социальные нужды. В настоящее время в Майминском районе имеется потребность размещения нескольких социальных объектов. Например, недавно поступило обращение по вопросу размещения спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном для жителей Усть-Мунинска и Манжеропского сельского поселения, который позволит создать центр физического развития и спорта для детей старшего поколения. Построить новые социально важные объекты и отремонтировать уже имеющиеся. Так, помимо оздоровительного комплекса в Майминском районе, остро стоит вопрос с дошкольными учреждениями. На повестке ремонт сразу двух детских садов. Расширить площадь, увеличить количество мест. В числе проектов на включение в адресную программу капремонт специализированного дома ребенка и создание современного центра для лечения детей, а также строительство нового реабилитационного центра для участников СВО. В Майминском районе также имеется острая потребность в реабилитационном центре для ветеранов СВО и для ветеранов войн. Парни там за нас отдают жизни, жертвуют своим здоровьем, поэтому мы должны сделать все необходимое, чтобы они получали самое лучшее, что могут получить. Резервом для строительства новых объектов станут нецелевые участки и земли недобросовестных арендаторов. Эти территории реорганизуют по программе развития территории. Адресная программа сформирована на основе инициативы Майминского района и предложений жителей Майминского района, включенных в народную программу. Жители обращали внимание на нехватку школ, детских садов, необходимость ремонта существующих соцобъектов. Сегодня необходим системный государственный подход, когда на месте неэффективно использованной земли в первую очередь появляются социальные объекты для наших жителей. Это касается всей республики. Объекты, указанные в адресной программе, сохранят свой социально значимый профиль для жителей республики Алтай. Включение объектов капстроительства в адресную программу поддержали единогласно, а не сохраняя свой социально значимый профиль для жителей республики. Олеся Бедарева, Кристина Чернова, Илья Питков. День с толком. На финишной прямой, согласно графику, в Барнауле завершается строительство насосной станции на улице Звездные. Она должна обеспечить чистой питьевой водой более 5000 жителей пригорода. Подробности у Марии Костылевой. Строительство насосной станции третьего подъема по улице Звездные наконец завершается. Объект серьезный и очень долгожданный. До запуска оборудования остаются считанные дни. На сегодняшний момент происходит реализация пусконаладочных работ на этом объекте. В первую очередь мы запустим воду на два водозабора, ликвидируем. Порядка 5000 населения с небольшим получат уже чистую воду после того, как пусконаладка будет завершена. Напомним, с прошлого года в рамках федерального проекта «Чистая вода», который входит в нацпроект «Жилье и городская среда» В пригороде Барнаула реализуются три проекта. Общей стоимостью более 800 миллионов рублей. На сегодняшний день запущен в эксплуатацию артезианский водозабор с системой доочистки в спутнике. Два объекта также на подходе. Это артезианский водозабор в казенной заимке и насосная станция на улице Звездной. Этот самый большой, емкий, финансово емкий объект. Стоимость этого объекта более 500 миллионов рублей. Два года, 23-24, здесь проводятся работы. И сейчас работы находятся в завершающей стадии. Здесь необходимо установить только несколько опор уличного освещения и работы будут завершены. Все три объекта очень ждали. Благодаря им жители пригорода получат качественное водоснабжение. Например, на новой насосной станции установлен мощный генератор. Он обеспечит водой даже в случае отключения электричества. Мы очень-очень ждали, когда у нас вот этот водозабор будет построен. И очень здорово, что сейчас практически строительство закончено. Конечно же, это совершенно другое качество воды. Кроме того, принцип работы новой насосной станции в будущем позволит избежать перебоев с водоснабжением. Переключение домовладений планируется поэтапно. Сначала переключат два водозабора микрорайона Октябрьский на улице Гранатовой и бульваре Мирный. Мария Костолева, день с толком. Вдохновение продается. Это точно знают участники и эксперты форума «Мой креатив, мой бизнес 2.0», который прошел в Барнауле. Он собрал четыре сотни творческих предпринимателей, работающих в сфере креативных индустрий. Творчество их связало. В этом зале собрались ремесленники, дизайнеры, разработчики региональных брендов и представители других креативных индустрий со всего края. Чтобы от двух десятков экспертов, успешных столичных и сибирских коллег узнать, как шагнуть на ступеньку выше в своем деле. Как находить смысл для роста, строить бренд и кооперироваться, выходить на маркетплейсы, пользоваться нейросетями. Эти и другие темы обсудили в первый день во время паблик-толка, открытого диалога. На второй день больше внимания уделили практике на трех площадках, посвященных фэшн-бизнесу, локальным брендам и созданию контента, который стимулирует продажи. Участники форума смогли показать свои проекты и получить их оценку. А еще их ждал практический воркшоп по генерации новых идей и мастер-класс по производству видеоконтента. Центр «Мой бизнес» активно поддерживает креативных предпринимателей. Например, создана площадка творческих бизнесменов нашего региона «Мойкреатив22.рф», где о своей продукции может рассказать каждый. Кстати, по оценкам экспертов, к 2030 году вклад креативных индустрий в ВВП страны вырастет почти вдвое, до 6%. Этому способствуют госпрограммы поддержки. Например, уже второй креативный форум в Барнауле прошел в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Барнаульским школьникам рассказали все о железобетоне и не только. Комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда совместно с Комитетом по образованию Барнаула продолжают знакомить старшеклассников города с самыми интересными процессами на промышленных предприятиях Барнаула. На этот раз учащиеся 53-й школы побывали на производстве БКЖБИ-2. Вместе с восьмиклассниками на экскурсии побывали наши корреспонденты. Заглянуть в арматурные, сварочные и формовочные цеха – да пожалуйста! Профориентационная экскурсия как раз для этого и нужна. Сегодня восьмиклассников познакомили с производством и, возможно, будущим местом работы. У нас вообще очень развита профориентационная деятельность. То есть мы ходим на различные экскурсии, они своими глазами могут видеть, как люди работают, как что-то там производится. То есть это наоборот им поможет в выборе профессии. Сейчас особенно у них как раз восьмой класс, дальше девятый, то есть уже они, может быть, будут определяться. Такие встречи для ребят старших классов проводят уже более пяти лет. Экскурсии стали доступны благодаря совместной работе Комитета по развитию предпринимательства и Комитета по образованию Барнаула. Конечно же, согласие самих предприятий. Такие встречи, как сегодня, со школьниками проходят регулярно, с начала учебного года, практически каждую неделю. Профессии такого мужского направления, но я хочу сказать, что у девочек она тоже вызывает интерес. И мы недавно столкнулись с тем, что была в группе сварщиков девочка, то есть это вот в архитектурно-строительном колледже, которая с большим интересом пришла на экскурсию. Кстати, в этот день ребятам показали два абсолютно разных производства. Следующим на очереди был цех по изготовлению окон. Многим, мне кажется, понравилась эта сфера деятельности, как работать на заводе, еще что-то, так как для многих это очень интересно, так как многие смотрят на название или на картинку университета, колледжа или института какого-нибудь, и им будет полезнее проходить, посмотреть, каково это будет на реальных событиях, как это будет выглядеть по-настоящему. Всего в этот день на экскурсии, посвященной выбору будущей профессии, побывал практически весь 8-й Б. Из 20 учащихся пришли 17 ребят. Мария Костовева, Владислав Ковалев, День с толком. История страны, зашифрованная в иконах, в Барнауле открылась выставка «Небесные покровители Императорского дома Романовых». Это первое в своем роде собрание икон, которые были посвящены историческим событиям, связанным с династией Романовых. От восхождения на престол до чудесных спасений в катастрофах и покушениях. Будто через сумрак времен смотрит на посетителей старейший экспонат выставки – икона Екатерининской эпохи, второй половины XVIII века. Но человек, сведущий, понять это может не только по табличке рядом, но и по святым, которых изобразил мастер-иконописец. Великая мучница Екатерина в царской короне и священно-мучник Федор Персидский. Нам известно, что Екатерина II пришла к власти путем переворота против своего мужа. А в перевороте активно ей помогали братья Орловы. Один из них младший – Федор. А вот эта икона размером более полутора метров с изображением Николая Чудотворца и великомученицы Александры, вероятнее всего, украшала иконостас храма в честь коронации Николая II. Он, как известно, был очень близок со своей супругой Александрой Федоровной. Кстати, отчество всем иностранным невестам русских монархов дала Федоровская икона Божьей Матери, семейная для Романовых с момента благословения ею на престол первого из династии царя Михаила. Все принцессы, которые из-за рубежа, то есть из Европы, которых брали в жены наши великие князья и императоры, именно все иностранцы, они приобретали отчество Федоровны. Если отчество другое какое-нибудь, значит, это местное наше было. Отражение в иконах находили и другие события. 17 октября 1888 года в железнодорожную катастрофу попадает император Александр III со своей семьей. Их спасение называют не иначе, как чудесным. Кроме святых, покровителей семьи на иконе в честь спасения изображают святых, почитаемых в дату крушения, стоящих под иконой Божьей Матери, Избавительницы или образом Спасителя. Если в первом случае это исторический смысл, привязка к дате, в втором случае это как будто образ воскрешения семьи, то есть от неминуемой гибели, потому что в той катастрофе пять человек точно погибло из окружения. Собака даже, которая ехала в одном вагоне с семьей, их пес семейный, тоже погибла. Икона Спасителя, которая висела на стене вагона, осталась на месте невредимой. Подобной выставки еще не было в России. Иконы для нее собирали из разных храмов региона и страны, а также из частных коллекций. Оттого и интерес к ней уже достаточно велик, даже за пределами края. Выставка эта будет до 24 ноября, а потом она уже, скорее всего, поедет в Красноярск, Новосибирск. То есть уже есть желание, стремление, потребность и договоренность о том, чтобы она стала такой передвижной выставкой по Сибири, по крайней мере, точно. Посетить выставку советуют даже людям светским, тем, кому нравится изучать культуру и историю страны. Ведь вряд ли была возможность раньше сделать это по таким необычным источникам. Николай Потешкин, Андрей Печеркин. День с толком. День с толком. Тоже добивались успехов благодаря своим наставникам. И так из поколения в поколение крепнет спортивная гордость Барнаула. Тренерами по сравнению с прошлым годом больше спортсменов подготовлены членов сборной команды России и членов сборной команды Алтайского края. А также больше подготовлены мастеров спорта России и даже мастеров спорта международного класса. Огромное спасибо вам за эту работу. В этом году лучшими тренерами признали 10 наставников в разных спортивных дисциплинах. Именно их воспитанники больше остальных отличились на всероссийских и международных соревнованиях. А по количеству медалей и кубков эти тренеры обогнали своих коллег. Хотя и эту мысль озвучил каждый из выступающих. Это лишь официальные награды. Даже маленькие достижения начинающих спортсменов для каждого тренера дороже золота. Это ведь и особое внимание к ребятишкам, и большая ответственность. Где-то непростые взаимоотношения с родителями. Поэтому я искренне, уважаемые коллеги, желаю вам благополучия, терпения. Желаю высоких результатов ваших подопечных. А их результаты это ваши достижения. Также помимо тренеров в этот день наградили десятку лучших молодых барнаульских спортсменов, тренеров-ветеранов, а также тренерские династии. Кстати, в краевой столице на сегодняшний день 27 спортивных школ и более 250 клубов. И тот факт, что в барнаульских школах нет свободных тренерских ставок, говорит об интересе к профессии и ее востребованности. Елена Кузовкина, День с толком. А у меня на этом все. Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните на телефон нашей редакции 205-545 через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компании Валар – мира. И добра всем. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова